Так, ребята, всем здорово! Снова у меня Т5 и снова ремонт. Сейчас у меня не работает по ходу пьесы датчик АБСа. То есть, как я начинаю ехать, примерно где-то 10-15-20 км в час, датчик еще работает, но после уже он не работает, загораются все лампочки. И отключается при этом спидометр. Спидометр не показывает скорость. Ну, соответственно, сейчас я буду датчик АБСа менять. Я примерно знаю, какой это датчик после предыдущего ремонта. Видать, я этому датчику по башке трахнул хорошенечко, и он немного что-то начал барахлить. Сейчас я прикупил новый датчик от АТЕ и буду заниматься заменой датчика АБС. Да, вот АБС выключился, загорелись, значки и спидометр потух. Стрелочка упала, не работает стрелка. То есть, вот щиток приборов, включаем зажигание, и вот загорается вот датчик АБС. Вон он говорит, лампочка. И вот такой вот красный восклицательный знак загорается при этом. И отключается спидометр. Не показывает скорость, и при этом не показывает одометр пробега. Вот такая вот тема. Так, пацаны, кто не знал, где стоит датчик, стоит датчик вот здесь. С внутренней стороны ступицы. То есть, сейчас вот эту вот фишку скинем, и там болтиком на под внутренний шестигранник, вот этот, крепится сам датчик. Откручиваем болт и пытаемся вытащить датчик. В прошлый раз я его не смог снять, поэтому он у меня и заглючил, скорее всего. Вот, кому интересно, датчик вот такой вот. Вот, АТЕ. Он есть правый, левый перед, зад. Перед правый выглядит таким образом. То есть, у него вот и скос угол вот этого разъема выглядит таким макаром под таким углом и смотрит в эту сторону. Ну, а здесь вот находится сам этот элемент, который считывает с подшипника ступицы информацию. Сейчас нужно аккуратненько скинуть эту фишку. Берем вот такую маленькую отверточку и вот сюда, через язычок нажимаем. Аккуратно только, чтобы не отломать. Раз, челк. И можно скинуть фишку. Все. Здесь такой язычок. Все, отвели в сторону. Откручиваем болт. Болт откручиваем шестигранником. Ну, а после потихонечку, потихонечку расшатывая чуть-чуть лево-вправо, лево-вправо, пытаемся вытащить этот датчик. Потому что он здесь вот ступица закисает. И его ржавчина держит. И не дает ему... Если давно датчик стоит и не снимался, то, скорее всего, он уже подкисший. И просто так не выйдет. Потому что его ржавчина держит в ступице. Болт выкрутили. Ну, а теперь потихоньку... А теперь потихоньку пробуем вытащить этот датчик. Так, ребятки, вот сейчас я здесь почистил вот это место. Тут забито ржавчина была и грязью. Тут маленькая кромка есть между пластмассой и ступицей. И теперь пробую его расшатать вот такими вот крокодилами. Аккуратно, очень нежно. Очень нежно вот так его пошатываю. Чтобы хоть как-то его стронулся там с места по ржавчине. Можно, конечно, его еще отмачивать. Ну, это в том случае, если вы хотите аккуратно снять датчик. Можно, конечно, его сейчас выломать. И там после высверлиться. Но тогда мусор попадет по каналу между ступицей и гранатой. Туда попадет мусор как раз на магнитный подшипник. На магнитную ленту. И тогда вам надо будет оттуда выдувать весь мусор. Выбирать. Если у вас нет сжатого воздуха под рукой. Чтобы потом оттуда, из той полости, выдать мусор. То лучше аккуратно снимать. Не прибегая к высверливанию и вламыванию датчика. Поэтому вот так вот нежно-нежно, тихим ходом. Пытаемся его расшатать и стронуть с места. При этом не отломать ему башку. Если вы отломаете башку, у вас не будет за что-то зацепиться. Тогда придется уже высверливать. Вот так расшатываем. Да, пацаны, похоже, что высверливать мне не придется. Вроде как бы я его стронул с места. И вот он пошел. Вроде как я его стронул с места. И он вроде как поддался. И потихонечку вылазит. Вот так аккуратно. Аккуратно прям. Вот так его выдавливаю. Только очень нежно. Прям очень нежно. Вот так со всех сторон. Потихонечку. Так, 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 так. Вот такими вот шажочками его вытягиваю. Вроде идет. Главное его сейчас от радости с дуру не сломать. А то там кончик останется. И все. Пиши пропало. Придется его. Вот так рукой он еще не идет. Рукой он еще не идет. Поэтому так же вот потихонечку он как-то рывками поддается. Идет. То не идет, не идет. Раз, чуть-чуть, раз пошел. Ну, то есть там ржавчина его держит. И он вот так рывочками вытягивается. Очень аккуратно его надо. Очень аккуратно. Немножко еще, по-моему, осталось. Сейчас должен выскочить. Опа. Вроде бы, вроде бы есть. О, слава богу. Вот она ржавчина. И он держит. Сейчас там нужно аккуратно прочистить, чтобы мусор туда, в канал, не нападал. Смажу его отверстие посадочное. И посажу, закручу новый датчик. Блин, ну это я, короче, сам закосячил. Это я когда снимал ступицу, его там нарезал на шаровую резьбу. Вот, видать, я его все-таки ему чем-то по башке его трахнул. У него шарики за ролики, видать, зашли. Я так думаю, предполагаю. Я диагностику не делал, какая сторона глючит. Но, скорее всего, это на ура, короче говоря. Потому что ту сторону я не трогал, только здесь. Вот, такой датчик. Короче, сам виноват, сам ушатал, сам сделал. Так, сейчас надо тонким предметом, примерно вот такой отверткой, вот отсюда сейчас грязь ржавчин вытащить. Аккуратненько, чтобы она не напандала туда, в шахту. Потому что воздух тянуть сейчас. Это еще одна забота. Растягивать шланг, включать компрессор. Сейчас вот так аккуратно надо вытащить, выше крепости. Да, там куски ржавчины торчат. Да, парни, вот такие вот ушные палки есть. Уши чистить, да, вот так. Почистите вот этот вот канал, шахту. Не поленитесь, это будет лучше, чем вы оставите там грязное место. И заодно, который окаленный ржавый упали на магнитный подшипник, на магнитную ленту. И вот ее тоже можете оттуда зацепить и вытащить. Все. Ну, теперь вот канал чистый, шахта чистая. Смажу литольчиком, солидольчиком, чуть-чуть аккуратненько. Только вот это место, сам вот этот вот не будем смазать. Чуть-чуть немножечко вот здесь вот промажем солидольчиком, литольчиком, смазкой. Все, он будет стоять долго и не ржаветь при этом. В следующий раз вы его аккуратно, легко, нежно вытащите. Уже без таких вот мучений, усилий. Да, парни, вот смотрите, вот так вот. Немного вот так нанес, только вот по вот эту кромочку, потому что вот отсюда вот вода и попадает. Впоследствии с чего там ржавеет все. Вот просто вот сам вот этот кончик контакт не надо мазать. Здесь чисто только вот на входе нанес. Этого будет более чем достаточно на долгую жизнь датчика. И все, вот так его туда вставляем. Вот так аккуратно, аккуратно вставляем. Ага, он еще аккуратно туда не вставляется. Там еще, видать, ржавчина держит. Встыкаем, вставляем. Вот так раз, все, все. И здесь, естественно, совместились с болтом. Закручиваем болт. Болтик притянули и накидываем фишку. Вот так, все. Отлично. Ну, теперь попробуем заработать у меня АБС и спидометр. Или нет. Абсет. Так вот. Там, чем.